Субтитры делал DimaTorzok Понимаешь, потому что он все наши ключевые матчи профукал Он так стоит нервно, что у меня все защитники там дрожат Понимаешь, у меня начиная с 40 метров от ворот У всей зоны обороны паника начинается Что сейчас любой навес туда или любой удар Мы сейчас глотнем гол и потом иди С жопой не вставай, а там отбивайся Вот и все Я обратил внимание, что в какой-то момент Тебя парни перестали троллить Как советника Галицкого Я правильно понимаю, что у тебя отношения изменились Он тебе в какой-то момент сказал, когда ты ему стал тыкать Эту ошибку И он тебе сказал, если ты такой умный, почему ты такой бедный Не, не, смотри До таких оскорблений не доходило Скорее всего, я не помню Мы просто поняли, что наше общение Нет необходимости в нем Понимаешь, у него есть много источников общения Которые, наверное, ему более лицеприятные вещи говорят Понимаешь, а общаться Ну, а что? Общаемся мы или не общаемся? Ни погода не поменяется, ничего не поменялось Но ему не нужно со мной общение Потому что все, что я говорил Или там, допустим, все, что я предлагал Это воспринимается как Что я пропускаю это как агент И я какие-то интересы в этом преследую Хотя я никаких футболистов никогда не пристраивал в Краснодар Но когда такая реакция на слова А в чем смысл общения? Общение там, ты мне что-то даешь в общении, да? И я тебе что-то Мы обмениваемся информацией Нет, просто ты так это подавал Я с тобой все время ругался на эту тему Когда ты рассказывал, общаясь с Сергеем Николаевичем Я получаю второе высшее образование Нет, это круто Бля, Тимур, Тимур, что ты говоришь? Что ты говоришь? Какое второе высшее образование? Когда у тебя первого где-то, да? Да нет, ну не об этом же, ну господи Нет, нет, смотри, с ним общаться очень интересно Я общаюсь с долгом, второй высшее образование Нет, нет, смотри Нельзя недооценивать общение с Сергеем Николаевичем Это очень мудрый, умный человек Не про футбол, когда идет разговор Потому что про футбол у каждого есть свое мнение У него есть свое мнение, как строить команду И мы с этим соглашаемся Потому что приходит аргумент, который сложно поспорить Что это его бабки? Он за свои бабки хочет делать так То есть ни у кого не приходит в голову Что все мы смотрим на футбол за его бабки Ну, допустим, если кто-то снимет говняное кино за свои бабки Мы же говорим, что ты говно снял в футбол Говно ты снял в кино Хоть и за свои бабки ты его снял, а кино говно Ну, а здесь получается, что мы не имеем права критиковать Когда ты не имеешь права критиковать Ты не должен тогда ничего хвалить Потому что это получается нечестно Понимаешь? Всегда хвалить нельзя Это получается, как помнишь, в пьесе Я тебе по стариков скажу Великий ты человек, король Когда Евстигнеев Это мой любимый персонаж Ну, раз тебе надо всегда хвалить Слушай То есть он надо всегда хвалить? Не, ну не надо там, может быть, всегда хвалить Можно, может быть, покритиковать, но аккуратно Покритиковать Это должно быть очень сильно аргументировано Это надо докторскую защитацию защитить На что будет все это разрублено Что ты нихуя не понимаешь Что ты потому что сидишь в своей Москве А ты не знаешь, как здесь И здесь все по-другому надо делать Я знаю лучше всех Ну тогда в чем, зачем? Ты мог ему сказать, что ты уволил Галинского? Нет, конечно А этого? Мудак, что ты уволил Ивича? Ну нет, я вообще оскорблять не мог Но я занял там достаточно жесткую позицию Потому что мне не понравилось увольнение Я по сей день Мне же никто не докажет, что Ивич стал бы чемпионом Я же могу так думать Я считаю, что Ивич стал бы чемпионом И у меня лишили мою мечту Отобрать чемпионство у Зенита Я же почему в конце болел за Динамо? Не потому, что я болею за Динамо Я не болею за Динамо Я хочу отобрать чемпионство у Зенита на поле Я хочу, чтобы в спортивной борьбе Ни какими-то там Не дай бог Потому что Зенит крутая история Зенит круто очень финишировал Вообще вопросов нету Они выиграли по-спортивному Разорвали всех И они показали хладнокровие киллера Когда ты не промахился последним выстрелом У тебя есть один патрон И ты им убиваешь свою жертву Но когда все остальные расступились ради этого У меня футбольное разочарование этого года Расступились ты что имеешь в виду? Сами не поверили? Сами не поверили Все сомневались Тот же там, допустим, Сергей Николаевич Когда говорил Ну как мы Кто нам даст стать чемпионами? Ну какой мне смысл усиляться? Тогда нахуя ты начинаешь чемпионат Если ты не хочешь выиграть его? Ну я не понимаю Как ты можешь не хотеть выиграть Там, где ты участвуешь? Просто я понимаю Там Пердек Убертен Крутой дядька И, знаешь, это олимпийское движение Главное участие Но я, например, считаю Тогда лучше бежать Марафон, московский марафон Там не важно Ты каким прибежишь Первым или последним А почему Галецкий на твой взгляд так считал? Он так считает Он по сей день не убеждал в этом Что ему не дадут выиграть Адмен ресурс? Ну я не знаю, почему он так считал В итоге жизнь показала Что не все тебе дали Не надо Знаешь, это как глаза боятся Руки делают Ты сделай для этого все И потом докажи, что тебе не дали Понимаешь? А когда ты говоришь, что Мне не дадут Тогда я не начинай Все Купи команду в чемпионате Италии Или там Франции Или там Голландии Я правильно тебя понимаю, что ты считаешь Ключевой ошибкой А Это увольнение Ивича? Я считаю Смотри Две ошибки А то, что Первое Неусиление Первое Неусиление Сначала Ивича Во второе Последние пять туров Зимы Произошло Четкое понимание Что Мне не нравится Ивич И его не уволили Тогда Понимаешь? Было бы честнее Позвать Ивича Сказать Братуля Ну ты же серп Мы же на одном Мы же на одном Мерзаке говорим На тебе все лавэ На тебе все деньги Извиняюсь Переведу на русский На тебе все деньги Скажи, что ты по семейным обстоятельствам Больше не можешь Что тебе хочется там В Европу ехать Но понимаешь? Ты в него перестал верить Ты его не любишь Ты ему даешь работать И своего работника Ты ждешь ошибку Ты ждешь ошибку своего работника А любой твой работник Это твой сподвижник Да? Я, например, за Севу и за Сашу Буду до последнего бороться Потому что я верю Если даже что-то они сделать не так Но мы вместе пошли И мы будем идти долго вместе Но я надеюсь Что жизнь нас не разведет Здесь получается Что тебе мешало его уволить В тот день Когда он сыграл 0-0 с Факелом Ну там или 1-1 Когда ты его не взлюбил Что тебе мешало его уволить? Как ты можешь ждать Вот эту осечку Он только опустился На второе место Ты бах сразу Вот все Сразу контрольный выстрел Ну мне не нравится так Но ты же понимаешь Что эта история Формально Как ты говоришь По сути Это как история Гиннера, Бабаева Увольнения Федоров Формально Нет Ты не сказал, что они ждали осечки А на деле А на деле Да, но только Геолитский никогда вторым не был И соответственно Если бы он завалился пятым Я бы его понял Сергей Николаевич сказал Слушай, и игра говно И результат еще говно Нет, а на деле Я так понимаю Ну давай на деле Что, ему футбол не нравится Или ему не нравилось то Ему не нравится Как с ним общаются А с ним никак не общались Володя, насколько я знаю Сухо отвечал на все вопросы Может быть там языковой барьер был Может быть Сергей Николаевич Больше любит там долгие посиделки Общения Или делал вид, как ты говоришь, Володя Что не понимает русский язык Ну может быть не понимает до такой степени Чтобы общаться повторно Я думаю, что если его руководитель клуб позвал Наверняка он отвечал на все вопросы Не может такого быть, что он сказал У меня живот болит, я не приду Это же невозможно То есть не нравилось, как приходит победа Да, не нравилось Слишком красиво Не слишком Не слишком с большим пафосом Нету 3-2 счета Но тебе не кажется, что это блажен какой-то То есть можно назвать пиздецом А можно было блажен Кажется, конечно кажется Я же даже не подбираю слова Конечно да Конечно кажется Просто тогда получается, что Мурат Да Мусаев Да Такой удобный для владельца тренера Ну думаю, что да Скажете там надо 3-2 Хорошо, будет 3-2 Ну так не стоит вопрос Скажете 3-2, будет 3-2 Просто Мурат Мусаев Как человек Носитель языка Больше может общаться с руководителем И руководителю больше это нравится Но это удобство Понимаешь, это не футбол Ну то есть Когда берут там условно Я уверен, что Более мерзительного человека Чем условно там Мауринио И очень тяжелого человека Чем Гвардиола Я уверен, что там Приедший их В Манчестер-Сити Не ближайший друг Гвардиолы Да Да, но Ему плевать на это все То есть У него есть результат У него есть футбол У него есть Полная поддержка Я не знаю Бизнес-проекта Зрителей Всемирное там Поклонение перед Гвардиолой И он получает От этого удовольствие Если ты хочешь Тебе главнее До матча Там 2 часа Посидеть в ресторане С тренером И после матча Погулять И обсудить футбол Ну вот это другая игра Слушай, каждый раз Когда к вам приходит Андрей Сергеевич У меня возникает один вопрос У тебя нет ощущения Что вот Его роль в Зените Вот роль такая Как бы Тайная может быть Да Но ключевая роль Это вот Быть лицом клуба Представлять клуб Высказываться Это очень плохое лицо Поясни Объясню Потому что Андрей Сергеевич Это мой любимый Один из трех Давай так скажем Любимых спикеров Российского футбола Который точно Чужие мысли Говорить не будет В этом его и крутость Что он всегда скажет Что он думает Понимаешь И его Это очень плохое лицо То есть он никогда Он никогда Если там будет Какая-то ерунда Он эту ерунду Слух озвучивать не будет Не показалось ли тебе Что около года назад Риторика Андрея Сергеевича В том числе Прежде всего По отношению к Зениту Стала гораздо Более мягкой Чем это было ранее Слушай Он стал Обходить острые углы Что он стал Гораздо более аккуратен В высказывании Я с ним на эту тему Не говорил Но ты понимаешь Что мы друзья Я могу честно сказать Что мы друзья И мы много времени Общаемся о футболе И не только о Зените Я думаю Что знаешь как Смотри Сейчас его критика Будет казаться Критикой обиженного ребенка Пояснить? Поясняю Зенит шестикратный Чемпион России Там сколько-то Кубков Сколько-то всего И сейчас Если он скажет Что Зенит что-то Делает не так Это будет воспринято Как то что он обижен То что он не генеральный Директор клуба Он это очень четко понимает Он это что-то понимает Потому что он очень умный парень И сейчас критиковать Зенит скажет Слушай Ты что шутишь Вы и так выигрываете Все Требл делаете В сезоне А ты что-то критикуешь Что там условно Козлова не ставят на поле Да какая разница Там условно Будет Козлов играть Или не будет Если выходит там Бариус и Венделл И они делают Последний матч результат Например И все И все это разобьется Потому что Для руководителя Футбольного клуба Зенит Для самого главного Болельщика Футбольного клуба Зенит А таких много У меня сосед по дому У меня сосед по дому Мой товарищ Фанат Зенита Который говорит Слушай Мне пускай они даже Знаешь С зубами доползут И носом только пересекут Линию черты Раньше чем все Мне это важнее всего Просто я зацеплю За твою фразу По поводу Аршая Ноги директора Ведь Андрей ни разу Не говорил о том Что он хочет быть Диндиректором Ну потому что он Скорее у меня есть понимание Что он точно не хочет быть Диндиректором Тогда кем он хочет быть? Возможно человеком Который принимает Ключевые решения По спортивной части Я не уверен Что он готов принимать Спортивные решения То есть Я давай так скажу Я уверен Что он не готов Принимать спортивные решения По иностранцам Почему? Он не очень хорошо Понимает иностранный рынок Он его практически не смотрит И когда он будет смотреть На кассету из трех матчей Он будет бояться что он мало матчей, чтобы принять решение. Понимаешь, когда он условно смотрит русского игрока, он его ведет три года. Два года. Он знает про него все. От анализов его до того, как он себя ведет вне футбола. Когда он будет смотреть условно бразильца или колумбийца за 15 миллионов и на нем будет ответственность принимать решение за 15 миллионов, то три матча его не убедят. А у него, по всей видимости, пока нет такого круга доверенных лиц условно, которые ему позвонят и скажут, Андрюх, вот у меня есть Бразил, стопроцентное попадание. Вот такого, наверное, у него пока нет. Но подожди, ты мне то же самое, что сейчас, ты мне говорил около трех лет. Да, и не поменялось ничего пока. Пока он сосредоточен на русском футболе. Тогда возникает вопрос, а что он в зените делает? Сосредоточен на русском футболе. Слушай, ну он вас занимает, я так понимаю, что... Но мы же видим вот эту тоску вселенскую постоянно, кроме, возможно, части питерской аудитории, которая говорит, вот как ты сказал, хоть зубами, носом, хоть как бы... Уся один с бразильцем будет, да? Ну, хоть так. Да, тогда возникает вопрос, а где же русские игроки зенитов? Ну, вот получается, что, видишь, замкнутый круг получается. Должен на какой-то момент... То есть у меня ощущение, что раньше у него была эта тоска, он это даже публично говорил. А сейчас он понимает, что... А сейчас он понимает... Бессилие этого, просто повторять это... Ну, если он будет это повторять, ему сказать, слушай, дружище, если тебе так все так не нравится, ну так иди на вольные хлеба. Иди на вольные хлеба, и там критикуй. Здесь он, находясь в системе, он пытается... Ну, может быть, ему удастся вырастить нового Аршавина, или нового Денисова, или нового Быстрова. Но даже если он их, как в его понимании, вырастил, им никто не даст шансы местами. Вот, я тебе об этом и хотел сказать. Может быть, он верит, что поменяется что-то. Ты же видел вот этот сумасшедший пас Козлова в финале «России» между новыми. Да, видел, видел. И вообще видел феноменальную игру парня за вот эту... за весеннюю часть. Потом общение родимого Владислава Николаевича с Козловым, и я так понимаю, что он у него спрашивал, ты так вот задумывал отдавать? Да. Да, ну слушай, мы же видим, что... То есть мы же понимаем, что... Например, там я с Владом разговаривал по поводу Ваханья, да? Я говорю, Влад, а как вы профукали Ваханья? Он говорит, в смысле профукали? Я всегда говорил, что это топ-парень. Ну, просто когда там под ним сидит, там условно, Караваев, и у тебя нет шанса будет играть, и Марио Фернандес зачем-то... Вот для чего нужен был Марио Фернандес? Если там мог легко играть, ну, меняться со славой, там быть, чтобы там был Ваханья. Зачем-то взяли Фернандес, зачем-то, непонятно. Ненамного больше он там сделал им работы. Если когда-нибудь придет в клуб тренер, условно, там другого масштаба, чем Сергей... Богданыч? Богданыч, да. Который скажет, мне достаточно шести бразилов, но у меня будет пять русских в составе, то у него появится пять русских. Ну, ты же сейчас понимаешь, что работа Андрея Сергеевича, она, ну, как бы... Она пока не нужна. Она идет, это... Она пока не нужна. Пьесы в стол. Пьесы в стол. Понимаешь? То есть, пьесы в стол. У тебя там Козлов, но мы же понимаем, что это суперталантливый игрок. Но он сейчас сам не захочет играть в «Зените», потому что он понимает, что там до этого у него были Шамкин, который тоже пятилетний подписал, и, как бы, где теперь Шамкин, я даже не знаю. По-моему, в «Торпеда». Я не знаю, не знаю. Бахания, который, как бы, перешел в Ростов и играет. Еще какие-то футболисты, которые... Ну, вот, ну, сидят. Понимаешь? Слушай, пока не... Коваленко, ты же понимаешь, что человек потерял год карьеры. Да, еще год потеряет сейчас. Еще год потеряет, если в аренду не уйдет. Да. Ну, а что, какой выход? Этот тренер дает понять, что он делает ставку на результат. Он не будет экспериментировать. Все, точка. Этот тренер не будет экспериментировать. Потому что, допустим, дать Педру играть, и не дать русскому такому же возрасту играть. И не дать Козлову играть, да. То есть, почему вы растите Педра, а не Козлов? Понимаешь? То есть, Педра будет делать столько же ошибок сейчас. Да? Да, там он чуть-чуть лучше, чуть хуже будет технически оснащен. Но, по факту, ну, не знаю, там, Козлов мог бы столько действий сделал бы. Там, да, на поле. Ну, у них политика такая. Ты же понимаешь, что Сергей Богданович, он ничуть не поменяется. Нет, точно не поменяется. Сейчас седьмая победа подряд, потом десятую. Нет, Сергей Богданович, это тупиковая вещь развития питерского футбола. Он не пойдет на то, что ставить молодых игроков. Результат с бальстоповыми бразильцами будет добиваться. На твой взгляд, кто бы мог соответствовать... Карпин? Нет, нет, нет. Кто бы мог соответствовать из игроков уровню Зенита, вот из россиян?